Кто не мечтал в детстве посидеть в пожарной машине? Хоть ненадолго почувствовать себя храбрым пожарным? В День защиты детей для смоленских ребят это стало возможным. В Лопатинском саду на массовом поле прошла акция регионального управления МЧС за безопасное детство. Практически все подразделения МЧС, спасательные службы собрались в одном месте, чтобы рассказать о своей работе и показать ее. Конечно же, внимание ребят сразу приковывает пожарная техника. Машины разных типов, катера, лодки. Тем более можно не только посмотреть, но и сесть в кабину, включить сирену. В День защиты детей для ребят ограничений нет. И сами они говорят, что пожарные машины, конечно, нравятся им больше всего. Понимаю, что именно на этих машинах пожарники тушат пожары. И там много всяких штук интересных, которые мы еще не узнали. Дети могли не только посмотреть на пожарную технику, но и принять участие в эстафете. Задача – быстро надеть форму, добежать до пожарного рукава и водой сбить с подставки шарик, который имитирует огонь. Конечно, детвору такое развлечение привлекало и своей необычностью, и возможностью в жаркий день обдаться прохладной водой. Нашим министерствам, в частности, главным управлением МЧС России по Смоленской области, большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. Ведь мы все прекрасно понимаем смену преемственности поколения. Если мы не будем заботиться и воспитывать в детях с самого начала культуру безопасного поведения, культуру обеспечения безопасности жизнедеятельности, нам будет сложно работать в дальнейшем. Дети действительно интересуются не только красочными машинами. Было организовано сразу несколько стендов, на которых можно найти специализированное оборудование пожарных. Здесь и шумоизмеритель, и тепловизор, и противопожарные датчики. И все это вызывает у детей интерес. Они постоянно подходят и просят рассказать спасателей, для чего нужен тот или иной прибор. Сейчас же век техники, и им нравится. Во-вторых, в средствах массовой информации, в каких-то фильмах, показывают, как, чего определяется. Вот они приходят и спрашивают, а вот это для чего. Но лучше всего не только рассказывать о работе спасателей, но и показывать. Именно поэтому сотрудники МЧС устроили, можно сказать, показательные учения. Многих зрителей привлекла имитация последствий ДТП. Два пассажира легкового автомобиля оказались заблокированы в транспорте. Прибывшая группа спасателей должна быстро и аккуратно вытащить их из ловушки. Важнее всего жизнь человека, а не состояние машины. Поэтому ее просто разбирают. Срезают двери, крышу. При этом всегда обеспечивая безопасность самих пассажиров, чтобы те не пострадали при таких опасных действиях. А дальше осторожно, без лишних движений для пассажиров, погрузить их на носилки и эвакуировать. Не менее зрелищным стала демонстрация спасения людей при помощи подъемника. Конечно, поблизости не было зданий, чтобы кого-то вытаскивать из окна. Но вот сбросить манекен на куб жизни, который может обеспечить человеку безопасное падение с высоты четвертого этажа, легко. Заодно сотрудники МЧС показали, как с того же подъемника можно спуститься при помощи рукава. Для этого, конечно, необходимы специальные навыки. Надо знать, как менять скорость спуска при помощи движений локтей и колен. Спускались спасатели с подъемника и на тросе под аплодисменты зрителей. Конечно, акция МЧС не может пройти без огня, поэтому специальное строение поджигали и тушили. Скорость тушения, кстати, действительно поражает, хоть пожар был и совсем небольшой. Самое главное, что смоляне, особенно дети, замечательно провели время. Смогли не только найти, чем себя развлечь, но и узнали немало нового и полезного. А у кого-то даже появилось желание в будущем стать пожарным. МЧС не похоже стать. А почему? Хочу тушить пожары. Защищать Смоленск. Чтобы все было в нашем Смоленске хорошо.